Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке 19.55.15 января 2020 года Обновлено, 19.57.15 января 2020 года AP Photo, ИПА, Эбрахим Нарузи Специалисты работают на АЭС Бушер AP Photo, ИПА, Эбрахим Нарузи Москва, 15 Янфрия Новости Глава МИД Ирана Джавадзарив заявил, что в Тегеране не собираются идти на какое-либо соглашение, меняющее условия совместного всеобъемлющего плана действий по атомной программе Мы не для того подписывали сделку Обамы, чтобы сейчас заменить ее сделкой Трампа, написал глава иранской дипломатии в Twitter 10 января, 8 часов Американские СМИ, в противостоянии Трампа с Ираном выиграл Путин При этом он заявил, что даже в случае согласия Ирана на подобный шаг, нет никаких гарантий того, что через год не понадобится менять условия соглашения в случае победы Байдена, Сандерса или Уорина В начале января Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг и заявил, что теперь ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения иранских интересов, предусмотренных ядерной сделкой 14.36 МАГАТЭ продолжит проверки после сокращения Ираном обязательств по СВПД 14 января Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения СПОРОВ в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу Ближневосточное обострение Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской Катаиб-Хизбаллы в Сирии и Ираке в конце декабря После этого сторонники движения начали штурм американской депмиссии в Багдаде А затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касим Сулеймани из-за главы иракского шиитского ополчения Абу-Махди Аль-Мухандис США считают их причастными к организации штурма посольства 3 января, 16.13 Убийство иранского генерала обнажает слабость США Затем Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга Иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями На прошлой неделе Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек В США эти заявления опровергают Сам Трамп после атаки заявил, что все в порядке В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство Сулеймани После этого Дональд Трамп заявил о вводе новых экономических санкций против Ирана Также президент США призвал гарантов СВПД по иранской ядерной программе начать совместную работу над новым соглашением Субтитры создавал DimaTorzok